Мы с вами находимся на крыше разрушенного дома на поселке Гольмовский. Сегодня в ночь с 3 на 4 августа 2015 года Горловка опять подверглась очень жестокому обстрелу со стороны украинских карателей. Вы сами можете видеть прямое попадание в крышу жилого дома. К счастью, никто не пострадал. Вот. Что случилось с домом? В поселке нет электричества, ни газа. Газа нет уже почти год. Люди выживают как могут. Они привыкли к обстрелам и, по словам местных жителей, обстрел ожидается сегодня снова. В этом районе пострадало сразу несколько домов. Это самое крупное разрушение, которое произошло сегодня. Пожалуйста, когда начался обстрел? Девять. Как часто это происходит в вашем районе? Каждый день. В этот раз серьезные были разрушения? Ну, вроде говорят, люди целые, а домов восемь разрушены опять. А какие разрушения? Сильные разрушения? Ну, вот в этом доме крышу, рядом дом тоже, ни одного стекла, ни три двери поверталось. Это тяжелый дом. Получается, несколько домов подряд, да, подверглись разрушению? Да. Потом в постсовет попали опять. Рядом где-то взрыва улетала еще. Там рядом дом немножко, на площади. А где вы находились во время обстрела? Где обычно находитесь? Возле подвала. То есть, в основном прячетесь в подвалах, да? Да, ну, под домами. Сколько людей обычно спускаются в подвал? Ну, раньше было больше, сейчас вказываю в своем доме. А люди много, а выехало, ну, человек двадцать. Ну, это, грубо говоря, под одним подъездом. А, допустим, дом четыре подъезда, трех подъезда. Скажите, а с какой стороны обстрел ввелся? С четырех. А с какой стороны? Откуда стреляли? Скодема, да, Скодема, Семигория. Вот там были страдавцы, у него после, наверное, или Скордюм, какие-то там, не знаю. То есть, для вас это уже привычное дело, вы знаете, откуда ведется, примерно, в котором часу начинается, да? Да, видишь, здесь до часа, ну, в полтретя уже остановился. Четыре часа, до часа вот плотно я обстрел еще. Скажите, а есть пострадавшие в этом доме, в других домах? Ну, этот раз, наверное, нет. Ну, это мы еще не знаем, потому что ни связи нет, мы еще не в курсе дела. Это пожарная часть? Мы находимся в помещении пожарной части номер 43 Горловского гарнизона. Вчера поселок Гольмовский, который очень часто упоминается в интервью Басурина. И вот постоянно к нам прилетают уже на протяжении, наверное, двух недель снаряды. Это уже второе попадание в эту часть. Ну, что вам надо сказать? Летит со стороны Майорска, Бежинска, Светлодарска. Какой это калибр, примерно? Ну, я не знаю, специалисты... Мы находили запчасти от 120-го миномета. Но, судя по воронкам, тут калибр намного больше, 152-й где-то. Скажите, пожарная часть будет продолжать работать после таких? Ну, пожарная часть будет продолжать работу в любом случае. Даже здесь, если останется... Вообще ничего не останется, останутся пожарные машины. И мы останемся, дай Бог нам здоровья дает. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Ночной обстрел, дальнобольная артиллерия нарушает строго режим прекращения огня и бьют 152-ми снарядами. Это осколочно-фугасные, очень разрушительные. Видите, какая яма до полуметра глубиной и в диаметре до 100 метров. Наносят вот такие колоссальные разрушения. Разрушили пожарную часть, уничтожили подстанции. Люди остались полностью без света. Раненые и погибшие есть? Ну, тут пострадавших нет. А так по городу есть раненые и пострадавшие. Откуда стреляли? В Дзержинском. Это часто здесь происходит? Каждый день. Как долго вчера велся обстрел? Ну, обычно он начинается где-то часов с 11, и до утра он не прекращается. Скажите, попадание в пожарную часть это случайность или намеренно? Нет, это намеренно все. Разрушение инфраструктуры полностью.